Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Согласно данным, упомянутым в 37 стихе 12 главы, ко времени исхода из Египта в израильском народе насчитывалось 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей и стариков. По некоторым подсчетам, всего израильтян могло быть более 2 миллионов человек. Если бы они воспользовались торговой дорогой, то могли бы попасть в Ханаан уже через 2 недели. Но для организации и дисциплины такого довольно многочисленного отряда требовалось время. Поэтому рукой Божьей израильтяне были направлены на юг. Новые археологические открытия и лучшие знания топографии рассеяли сомнения в историчности этого южного пути. И хотя некоторые географические места еще не опознаны, можно приблизительно проследить путь израильтян из Египта. После перехода через Черное, то есть Красное море, где-то в районе Суэцкого залива, они двинулись к югу, пройдя горькие источники Меры, и, наконец, добрались до Елима. Здесь они отдохнули у 12 источников и затем отправились на юг по пустыне Син между Елимом и Синаем. Как упоминается в книге числа, перед этим они расположились с Таном у Черного моря. Здесь в последний раз они видели Черное море и берега страны рабства. Из пустыни Син израильтяне продолжали путь, пока не дошли до Рефидима. Здесь произошли три замечательных события. О первом мы уже говорили в прошлой передаче, и заключалось оно в том, что Бог извлек воду из скалы для того, чтобы напоить жаждущий народ. В этом же месте состоялось сражение с Амаликом и встреча Моисея со своим тестем Иофором. Давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение 17 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад тому, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность изучать Слово Божье. Друзья мои, то, что я вижу вокруг, повергает меня в отчаяние и смятение. Мир задыхается от духовной жажды, утолить которую люди могут только с помощью Иисуса Христа. «Только Он, тот камень, та скала, из которой мы, подобно Моисею, можем получить живую воду. И потому я спрашиваю вас, а вы уже подошли к этой скале? Вы уже напились этой живой воды? Ведь в Писании говорится, что если вы будете пить живую воду, которую дает Иисус Христос, то вам никогда больше не захочется пить». Теперь давайте продолжим чтение 17 главы книги Сход. Во время своих странствований по пустыне, израильтяне встретились с амаликитянами, народом, который в Писании олицетворяет плотские устремления. Это еще один пример нам в назидание, и его необходимо понять и усвоить. Прочтем 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалик был потомком Исава, а Исав, как мы помним, олицетворял плоть, и амаликитяне стали врагами Израиля. Остались они его врагами и сейчас. И вот израильтяне в первый раз вступают с ними в бой. Я читаю 9 и 10 стихи. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Исав олицетворял плоть. Как Израиль не мог победить амалика, так и мы с вами не можем сами победить плоть. Плоть воюет против духа, а дух воюет против плоти. Павел, так это объясняет в 17 стихе 5 главы послания к Галатам. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Именно такая картина предстает перед нами в пустыне, в 17 главе книги Исход, когда Израиль и Амалик начинают воевать. Теперь 11 и 12 стихи. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. Если внимательно вчитаться, то становится понятно, что битва шла на вершине горы, и вели ее молитвой. Израиль победил в ней совсем не своим умением воевать, поскольку у израильтян еще не было никакого военного опыта. Битву выиграл Моисей. Как только он в бессилии опускал руки, дети Израилевы тут же начинали проигрывать. Если бы не Моисей, Израиль потерпел бы поражение. Важно запомнить следующее. Только Дух Святой может даровать нам победу над плотью. И победа эта приходит тогда, когда верующий поступает по Духу. Как только мы начинаем действовать без Духа Божия, амалик или плоть немедленно, причем даже без особого труда, побеждает нас. Мы сами никогда не сможем победить плоть. Сделать это может только Дух Божий. Теперь прочтем 13 и 14 стихи. И не изложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею. Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. Сейчас нужно сказать несколько слов об Иисусе на вине. Он должен прийти на смену Моисею. И поэтому Бог заранее готовит его к тому, что ему предстоит сделать. Бог дал Моисею указание повторить Иисусу на вину, что амаликитяне будут уничтожены. Бог в Иисусе Христе одержал победу над плотью. Когда Господь вознесет Свою Церковь на небеса, Он изменит ее. Это подтверждается в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Там сказано, «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Если бы Господь вознес Церковь на небеса такой, какая она есть сейчас, то небеса стали бы такими же грешными, как земля. Так как мы быстро погубили бы все небеса нашей старой природой. Я уже долгие годы никак не могу отделаться от своей ветхой природы. Я уже много раз пытался с ней покончить, но она каждый раз оживает. Но Бог пообещал, что Он покончит с нашей ветхой природой. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, изменятся. И дорога на небеса будет для них открыта. Прочтем 15 и 16 стихи. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя, и Егова неси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика из рода в род». В этой главе есть три важных момента, которые необходимо запомнить. Во-первых, Бог обязательно избавится от Амалика, то есть от ветхой природы. Во-вторых, Господь никогда не пойдет на компромисс с ветхой природой. Он будет вести битву с Амаликом из поколения в поколение, без перемирий. И третье, конфликт этот будет продолжаться до тех пор, пока мы живем на этой земле. Дух и плоть всегда будут воевать между собой. И мы должны признать, что победу нам может дать только Дух Святой. Теперь мы обратимся к восемнадцатой главе книги Исход. В этой главе мы узнаем, как Иофор, тесть Моисея, привозит жену Моисея и двух его сыновей. Как Моисей принимает Иофора, как Иофор дает совет, касающийся назначения судей, а Моисей принимает этот совет, и как, наконец, Иофор уезжает. Здесь мы узнаем о последних из семи важных событий, которые произошли с детьми Израилевыми на пути от Египта к горе Синай. Бог ведет Моисея по пустыне, даруя свое откровение. Но сейчас Моисей обращается за помощью не к Богу, а к житейской мудрости. Итак, Иофор, священник Модиамский, приезжает к Моисею. Он привозит с собою жену и детей Моисея, которые очень рады встрече. Получилось своего рода воссоединение семьи. Прочтем стихи с первого по четвертый. И услышал Иофор, священник Модиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта, и взял Иофор, тесть Моисея, в Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришлец в земле чужой, а другому имя Ельязер, потому что, говорил он, Бог Отца Моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Моисей вошел в землю Модиамскую в сопровождении многочисленного израильского народа. Его тесть приводит к нему его жену и детей. Моисей, очевидно, после того, как в Египте Сепфора назвала его женихом крови, он отослал ее домой. О ней не сказано ни слова во всей истории Схода. И вот Иофор приводит ее с двумя сыновьями. Прочтем стихи с пятого по седьмой. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его, к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею, я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу тестью своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Обратите внимание на замечательные отношения между Моисеем и его тестем. Они, похоже, очень близки, настоящие приятели. Моисей рассказывает ему обо всем, что сделал Бог, когда выводил народ израильский из Египта. А Иофор проявляет большой интерес ко всему, что ему говорит Моисей. Семейные отношения у Моисея были не на высоте. Прочтем стихи с 8 по 12. И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израилем, и о всех трудностях, какие встретились на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ все из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым пред Богом. Иофор, скорее всего, скептически воспринял заявление Моисея о том, что он избавит детей Израилевых от египетского рабства. Моисей сказал это еще когда жил в Мадиане, а Иофор, я уверен, отправился жаловаться своим соседям. Не знаю, что нашло на моего зятя. Он считает, что Бог призвал его освободить израильтян из Египта. Не верю я, что Бог, которому он служит, сможет сделать такое. Но Бог действительно сделал все, как и обещал. И это заставило Иофора задуматься и принять Бога. Об этом говорит тот факт, что он принес жертву всесожжения. Теперь прочтем о том, как Моисей принимает советы Афора о назначении судей. Вот стихи с 13 по 18. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, Они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, И объявляю уставы Божьи и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему, Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Иофор без сомнения любил своего зятя, Уважал его и желал ему помочь. Он привел семью Моисея и остался погостить у него. Наблюдая за тем, как Моисей работает, У него рождаются предположения, Которые могут облегчить труд Моисея. Прочтем стихи с 19 по 27. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом И представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим, Указывая им путь Его, по которому они должны идти, И дела, которые они должны делать. Ты же усмотри с всего народа людей способных, Боящихся Бога, людей правдивых, Ненавидящих корысть, И поставь их над ним тысяченачальниками, Сто начальниками, Пятидесяти начальниками И десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время И о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, И будет тебе легче, И они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, И Бог повелит тебе, То ты можешь устоять, И весь народ сей будет отходить В свое место с миром. И послушал Моисей слов в тесте своего, И сделал все, что он говорил, И выбрал Моисей из всего Израиля Способных людей, И поставил их начальниками народа, Тысяченачальниками, Сто начальниками, Пятидесяти начальниками И десяти начальниками. И судили они народ во всякое время, О делах важных доносили Моисею, А все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тесте своего, И он пошел в землю свою. Иофор советует Моисею назначить судей, Которые помогут Моисею решать Возникающие вопросы в его народе. Вы вправе задать вопрос. И что такого плохого в этом совете? С виду он совершенно правильный. Однако нужно помнить только одно. Есть две мудрости в этом мире. Мудрость Бога И мудрость самого мира. Предложения Иофора Основывались на мудрости мира. Если вы следуете привычным путям мира, Вы перестаете смотреть на Бога. Одна из причин нынешнего плачевного состояния церкви Заключается в том, Что в церковь приходят люди, Которые вскоре занимают руководящие должности Только потому, что они процветающие бизнесмены. Они пытаются управлять церковью методами мира. Но никакого духовного чутья у них и в помине нет. Законы и правила этого мира Не приводят к процветанию церкви. Иофор дал хорошие рекомендации, Которые позволят разгрузить Моисея И ускорить прохождение всех дел. Выглядели они очень привлекательно. Предложения его были искренни, И он желал добра. Он беспокоился за здоровье Моисея, И за это его можно только уважать. Но здесь есть одно «но». Во всех его советах и рекомендациях Не было воли Божьей. Бог просто разрешил Моисею Последовать этим советам. Если мы внимательно прочтем этот отрывок, То увидим хитроумную и зловещую природу советов Иофора. Во-первых, ничего подобного Бог не советовал Моисею. Предложения Иофора Ставили под сомнение мудрость, проницательность и любовь Бога. По сути дела, Иофор заявил, Что Бог недостаточно делай для Моисея, Если бы Бог действительно любил Моисея, Он дал бы ему эти советы уже давно. Друзья мои, За советами Иофора я слышу шипение змея, Который люди уже слышали в райском саду. Змей посоветовал Еве. Если бы только ты могла съесть плоды этого дерева, Ты стала бы мудрой. Но Бог ведь запретил тебе делать это. Значит, Он недостаточно о тебе позаботился. Советы Иофора подразумевают то же самое. Если бы это был действительно лучший метод, Бог давно бы его уже использовал. Во-вторых, Бог вел свои дела непосредственно с Моисеем. Он сам готовил Моисея к великой миссии освобождения Израиля. И Он совсем не хотел, чтобы вмешивался еще кто-то третий. Ведь власть и сила Бога при любом посредничестве заметно терялись. Вспомните, Бог всегда говорил с Моисеем один на один. Многие не любят прямого общения с Богом. Они предпочитают обращаться к другим людям или организациям, к друзьям, к знакомым, к церкви, к распространенным обычаям и обрядам, к авторитетной книге. Всему этому, конечно, отведено свое место в жизни. Однако нам необходимо обращаться к Богу напрямую. А посредничество Богу ни к чему. И в-третьих, предложение Иофора перевели к тому, что впоследствии был создан Синедрион, орган управления израильским народом, который полторы тысячи лет спустя собрался ночью и сговорился убить Иисуса Христа, Сына Божия. Моисею эта организация была не нужна. Бог сам дал Моисею власть и силу для выполнения этой задачи. Он сам возложил на него эти непростые обязанности. А все эти судьи не имели никакого значения для Бога. В конце концов, только Дух дает человеку силу. Некоторые считают, что для процветания церкви нужен правильный метод работы. Многие проповедники сегодня попадают в просаг, когда пытаются причислить себя к новому поколению, установить связь с этим новым поколением. В Южной Калифорнии есть семинария, которая специализируется на таком осовременивании церковной деятельности. Я никогда не слышал, чтобы они коснулись чьей-то души или изменили чью-то жизнь. Богу не нужны чужие методы, организации, формулы, системы или ритуалы. Бог отметает всю мудрость мира, не оставляя ничего между собой и вашей душой. Мудрость мира и мудрость Бога противоречат друг другу. Одна из них – это подлинная мудрость, а другая на самом деле оказывается глупостью. В 18 и 19 стихах 3 главы 1 послания к Коринфянам Бог говорит, «Никто не обольщай самого себя. И если кто из вас думает быть мудрым в веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». А апостол Павел говорит в 4 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам. «И слово моё, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Чтобы приводить людей ко Христу, совсем не нужно быть образованным интеллектуалом. Для этого человеку нужна лишь мудрость Бога, которая его направляет. Нужно обновление в силе Божьей, а не новые человеческие методы. Друзья мои, а вы? Полагаетесь ли вы на мудрость мира или просите Бога, чтобы Он осенил вас мудростью, которая не сходит свыше? Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Бог сражался за израильтян. В духовном смысле это прообраз войны с силами сатаны. Как народ израильский был не способен победить амаликитян без помощи Божьей, так и мы не можем противостать сатане своими силами. Война о плоти и духа продолжается и в наше время, и лишь только Бог может дать нам силы для победы. Воззовем же к Нему в минуту борьбы, и Он пошлет свою поддержку. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok